Из всех чудес, созданных человеком, наиболее сложным и великим считается книга. В ней заключен огромный духовный мир человечества. Ее называют единственной машиной времени, с помощью которой можно совершать путешествия в невиданные страны, в прошлое, будущее и настоящее. О тех, кто любит странствовать по безграничному океану классической литературы, смотрите в нашем следующем материале. Вот уже более пяти лет в нашей стране проводится конкурс юных чтецов «Живая классика». Его главная задача – воспитать в детях любовь к художественной литературе. Юные чтецы из Славянского района – постоянные участники этого творческого конкурса. Она думает о том, что вот как хорошо было бы, если бы все вокруг было бы совершенно наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные, а взрослые должны были во всем, во всем слушаться. Ну, в общем, чтобы взрослые были как дети, а дети были как взрослые. Вот это было бы замечательно, очень было бы интересно. Проводится конкурс в несколько этапов. Сначала лучших чтецов выбирают на внутриклассном и внутришкольном уровнях. Затем им предстоит пройти муниципальный этап, выступив перед жюри, которое будет оценивать не только артистическое мастерство, но и глубину проникновения в смысловую структуру и образную систему художественного текста, а также оригинальность произведения. Есть произведения, которые очень часто используемы в этом конкурсе. И очень важно выбрать такое произведение, чтобы оно еще ни разу никем не считалось. И, конечно же, донести до жюри, почему именно это произведение ему так понравилось. Ребята все талантливые, они со всей ответственностью подходят к этому конкурсу. Нельзя, конечно, не отнять роли педагогов, которые их готовят, потому что, конечно, на начальном этапе это, конечно, делает педагог, который отбирает участника, который помогает ему найти произведение, проникнуться этим произведением и работать с ним дальше. В муниципальном этапе в этом году приняли участие 39 юных чтецов из школ города и района. Наталья Гребенькова из 6-й школы решила прочитать отрывок из произведения Марины Цветаевой «Мой Пушкин». Для нее Цветаева – пример сильной женщины, верной и любящей, несмотря ни на что. Моя первая любовная сцена была нелюбовной. Он не любил, это я поняла. Тому я села. Любила она, тому я встала. Они ни минуты не были вместе. Ничего вместе не делали. Делали совершенно обратно. Он говорил, она мочила. Он не любил, она любила. Он ушел, она встала. Наталья в конкурсе чтецов участвует уже второй год. Победа для нее не главное. Важно само участие и возможность продемонстрировать всю красоту классической литературы. Я не могу расценивать свое выступление как максимально выраженное, потому что это задача жюри. Я уверена, что в нашем районе множество учеников способны донести свою мысль и рассказать произведение так, как они бы хотели, чтобы это звучало. То есть, мне кажется, уже сейчас многие являются победителями этого конкурса, просто потому что они старались и вложили в это дело свою душу. По итогам конкурса больше всего баллов набрал учащийся 3-й школы Лев Харченко. Он и стал победителем. Второе место разделили учащиеся 5-го класса 43-й школы Лев Люков и Дмитрий Веселов. На третьем месте учащиеся школой номер 5 Екатерина Фарисеева. В начале апреля победители муниципального этапа будут представлять район на региональном этапе конкурса в городе Краснодаре. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».